Путин станет Сталином 21 века, Польша призвала не дать режиму РФ победить в войне. Если мир позволит российскому диктатору Владимиру Путину победить Украину, он станет Сталином 21 века. Глава Кремля перешел к имперскому террору, методом которого является голод и война. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого во время проходящего в Киеве саммита по глобальной продовольственной безопасности. Голод и война – это методы слабых империй, которые обречены на смерть и не могут ничего цивилизационного предложить миру. Массовые обстрелы гражданских объектов доказывают, что Россия перешла от имперской войны к имперскому террору. Путин снова хочет использовать элементы, которые неоднократно разрушали государство в центре Европы. «Если мы позволим Путину продолжать на этом пути, он станет Сталином 21 века, а Украина снова станет платформой этих смертельных игр», – отметил Моровецкий. Польский министр подчеркнул, что Украине Озвучено Яндекс Спич Кит. Нужна военная и финансовая поддержка, но этого недостаточно. Украине недостаточно победить Россию военным путем, ей также нужно выпутаться из паутины экономической зависимости, в которую Россия запутывала ее десятилетия. Империи не прекращают вести войны, они делают лишь небольшие перерывы между ними. «Мы не можем вернуться к сотрудничеству в Россию, ведь это будет возвращение к войнам», – акцентировал Моровецкий. Он также заявил, что Польша будет поддерживать экспорт зерна в Африку и Ближний. Восток из Украины и анонсировал выделение Варшавой 20 миллионов долларов для этой цели. На этом саммите несколько стран и ЕС обязуются предоставить значительные суммы, чтобы доставить украинское зерно в беднейшие страны мира. Напомним, недавно польский премьер сделал заявление по поводу российской войны против Украины, он считает, если Киев упадет, то РФ атакует Польшу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.